Как сообщалось ранее, книга, которая, по мнению последователей Фалунгун, является основой их системы совершенствования, в конце декабря появилась в федеральном списке экстремистских материалов. Минюст России внёс книгу в список на основании решения Первомайского районного суда города Краснодара. Я удивлена, что такую хорошую книгу могли причислить к экстремистской литературе. Очень странно, чтобы на суд не были приглашены люди, которых больше всего это касается, то есть последователей Фалунгун. Эти люди часто собираются в парках для выполнения упражнений. По их утверждениям, Фалунгун помогает улучшить здоровье. Денис Борисов в течение 9 лет не брал на работе больничный лист благодаря этим занятиям. Они повышают настроение, они делают человека спокойнее, умиротвореннее. В общем, как мне кажется, приносят одну пользу. Но самое главное, это книга Джоанни Фалунгун, в которой мастер Лихонжи описал принципы нашего метода. Принципы тоже замечательные. Они передают суть человека. Это доброта, правдивость, терпение. Однако эти доводы не прозвучали в суде, потому что представителей Фалунгун туда не пригласили. Кроме того, они не были извещены и о решении суда, поэтому не удалось обжаловать его в установленной законом сроке. Прокуратура, которая была инициатором этого дела, представила его так, что ей якобы не удалось найти тех, кто распространял эти материалы. На самом же деле не представляла труда найти последователей Фалунгун, так как их контактные телефоны были указаны во всех информационных материалах. В этом парке мы регулярно делаем упражнения. И тем, кто заинтересуется этими упражнениями и этой информацией, мы раздаем материалы. В формате к судебному делу были привлечены типографии, напечатавшие эти материалы. При желании, конечно, легко можно было найти заказчиков печатной продукции. Почему такое могло случиться? И кто заинтересован в этом? У людей, которые занимаются по методу совершенствования Фалунгун, на это имеется свое мнение. Единственное в мире, кто выступает против Фалунгун, это компартия Китая. У России с Китаем тесные экономические связи, поэтому мы полагаем, что решение Краснодарского суда и Министерства юстиции было связано с тем давлением, которое китайская сторона оказывает на российские власти. По данным правозащитников, Фалунгун, признанный во всем мире, незаконно подвергается на своей родине в Китае жестоким преследованием. Последователи Фалунгун убеждены, что идеи доброты и нравственности, изложенные в книге Джуань Фалунь, несовместимы с понятием экстремизм и уверены, решение суда будет отменено.